Это дирекция по продаже в России, компания Duker Robotics. Спасибо, что вы здесь. Я здесь, чтобы показать вам нашу роботическую эффективность для коробетической индустрии. Мы очень рады, что вы здесь и у вас есть возможность поставить наше оборудование, репертизированное. Duker Robotics – компания Duker Group, Германии. Мы находимся в Норд-Италии, близко к Минанополе. Я хочу начать с стандартного роботик-политизатора. Мы используем полностью автоматизированный роботик-политизатор с автоматическим позиционированием нижнего листа и верхнего листа. У нас есть автоматический роботик-политизатор с автоматическим позиционированием нижнего листа, нижнего листа. Или мы можем использовать палет с автоматическим позиционированием. Мы можем установить связь со всеми машинами переработки, для того, чтобы получать информацию о заказе и о том, что мы можем использовать. Мы можем установить связь со всеми машинами переработки. Для того, чтобы получать информацию о заказах и о необходимых настройах. И один из других преимуществ – это, что с роботом мы имеем возможность устанавливать. Мы можем использовать нашу кольцо-политизатор в очень сложных условиях. И преимуществом является то, что мы можем использовать любые задорковки, если использоваться робот-политизатор. Извините. Да, вы можете видеть пример из одного из представителей. Здесь вы можете видеть пример нашего политизатора. Мы можем использовать политизатор не полностью ляр, но не только один рандольр, но и один рандольр. Здесь вы можете видеть, что политизатор выстраивает не одну статку, а он может перерывать сразу несколько минут. Мы можем использовать. У нас есть вращающую устройство для вращающихся всток. После этого, вращающиеся всток. После этого, вращающиеся всток. После этого, всток и всток, всток, всток. Забираются с робота. Вы можете видеть, что есть специальное устройство для наложения в верхнем листок. И это же самое устройство может подготовить нижний лист. Он может подавать либо один нижний лист, либо два рядом, либо в переключенной форме. У нас есть еще одно решение для перерабатывающих машин, потому что политизор у нас не один. Сейчас хотим рассмотреть политизор для мультиточечных средств. В этом случае, я могу объяснить вам, что нашу решение имеет большинство в рынке. Таким образом, у нас много политизор для мультипунктов. Особенно для инфлюорных средств. У нас есть политизор. Один с механическим прибором. Один с механическим прибором. Вот данное решение, я пользуюсь большим успехом на рынке. И для мультиточечных средств у нас есть два герметизора. Один с лаповым захватом и один с механическим. У нас есть очень сложная герметизация. У нас есть герметизация. Но мы можем получить очень хорошую стеку. Очень хорошую результат. У вас nessамненно знакомы с трудность критеризации и ликтирование с точной склейкой. У нас получается сток очень хорошего качества. У Джей готовых головок без областей. Небольшая погода, как вы видите, робот с двоцом. На двоцом на двоцом горы. При помощи механического закладчика собирается подсопание впоследствии, и вы можете видеть, что она выравнивается с ответственным романом после укладки. И вы можете получать гиппу прекрасного качества. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... как вы можете видеть, что робот закончил и прикупил ротаншифт, и вернулся к ротаншифтам. Это может быть базовой версии, робот собирал ротаншифт, и начинал снова ротаншифт. Мы можем работать с ротаншифтными заготовками, а не заканчиваются с ротаншифтами. Сейчас робот собирал ротаншифт. 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 Теперь я хочу вам рассказать наш робот qualитизер для ротаншифт или метайкаптер. Да, и мы хотели немного поговорить о политизер для плоскости и ротационной весы. Это также полностью архоматизированный политизер, но он не слегка отличается от предыдущих. Потому что, в этом случае, мы приготовили плоскости, с некоторыми компаниями, которые мы предполагаем. И, после этого, роботы покупают и дополнительные плоскости. В этом случае робот захватывает и устанавливает полные слои. Мы используем шести осело роботы, потому что, при его помощи, мы можем вкувать заклад и решать, надо ли нам открывать станку или не надо. Это достаточно большой робот и он достаточно тяжелый. Он весит примерно около 300 килограмм. И, в этом случае, в том числе, мы можем видеть специально спрессорного устройства. Также здесь можно видеть равняющую устройство, которое со всего четырех сторон равняется с полным. Здесь мы достаточно свободны, скажем так, в композиционном, скажем так, в композиционном складе скопа. Мы можем добавлять все закопки, или в композиции 6 закопки, на рабочей ширине до 2.8. Также мы производим роботы-прифидеры. Мы выставляем два вида-прифидеров, один из них для печати сверху для фрекции старца сливающих машин, или фрекции для фрекции старца сливающими машинами. И второй из них для печати сверху для печати сверху и для печати сверху. У нас для печати сверху для печати сверху и для печати сверху. Для печати сверху у нас есть также два вида-прифидеров, один для минимума, второй для пит-лайн. И до 2 метров, тридцати сентивиатри, че нам надо больше. Здесь вы можете видеть, что скорость прит-лайн на 2600. У нас также здесь продемонстрируется, что заготовки идут на плюс. Потому что обычно не вкладываем заготовки сразу в подачу на устройство перерабатывающих машин. Здесь у нас есть один робот, который при помощи специального устройства захватывает блок заготовки. Эти заготовки помещаются на так называемые пальцы, вот желтого цвета. для примененного хранения, скажем так, отлично. Как вы можете видеть, у нас также есть автоматическая конструкция от власти шифтера в один бельт на стороне оперативной стороны. Также это устройство имеет какую-то функцию, как удалить верхний лист. Он удалит с пилософской стороны. Наша философия является контролировать заготовки и контролировать каждое движение. Поэтому мы хотим оставлять все заготовки без контроля. Все заготовки без контроля. Так же этот префидер может быть автоматически настроен и задан на настройки с перерабатывающих машин. На передающем транспортере есть специально центрирующие устройства для стопок. То есть если стопка плохо центрирована, то робот все равно будет определять центр и так двигаться право и влево, чтобы центрированные ее заходят в стопку. Также установлен лазер, который направлен сверху вниз на стопку в зоне падающих с дороги. Так что этот лазер используется для контроля дата в зоне падающихся в зоне падающихся в зоне падающихся в зоне падающихся. И данный лазер нам нужен для того, чтобы мы могли контролировать, например, высоту стопы и так же свойств. И это наше специальное полотно, на котором накладывалось раскрыт. Простите. Так же этот лазер должен контролировать скорость. То есть не работает в таком режиме старт и стоп. Она может только либо смягляться, либо ускоряться, но постоянно идет падающих в зоне падающих. Мы имеем возможность поднимать стопку наверх, но при этом мы не используем каких-то драматических компаний. Второй вид префитеров – это также робот-префитер для отчасти смены для высекаемых машин. Эти характеристики имеют те же те же преимущества, что и предыдущие перефитеры. Единственное отличие – он не требовавшийся с собой. Вы можете видеть производство совместных машин от пациентов, у нас 28. И если говорить о дикости, то мы можем непосредственно напрямую подавать за задаковки, либо сбоку. То есть, в принципе, по поводу предыдущего предыдущего перефитера, то предыдущими используется пологно для... Мы можем получить оперативную машинку. Спасибо большое за внимание. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, мы также приглашаем вас на сцену представить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...